МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это информационное агентство Курганру. Новостной выпуск для вас проведет Елена Волкова. Здравствуйте и сразу о главном. 27 августа состоялось первое судебное разбирательство по делу Данилы Прокопчука. Молодой человек обвиняется в том, что, находясь за рулем автомобиля, нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть двух или более лиц. Напомним, рано утром 14 июня на перекрестке улиц Кольмиготина-Пролетарская произошла серьезная авария, в которой погибли 5 человек. Очевидцы происшествия говорят, что стрелка спидометра замерла на отметке 180 км в час. По предварительной информации, за рулем находился именно Даниил Прокопчук, который имел все признаки алкогольного опьянения. В суд пришли обе стороны родственники и друзья Даниила, а также те, кто потерял своих близких в этой страшной аварии. Государственный обвинитель ходатайствовал о вызове свидетелей, которые не явились в зал суда. Поэтому судебное заседание было перенесено на 3 сентября. Данил Прокопчук останется до этого времени в следственном изоляторе. О развитии дальнейших событий расскажем на следующей неделе. Более 350 граммов героина цыганка-гастролерша пыталась сбыть в городе Шадринске через тайники. 44-летнюю женщину оперативники Шадринского межрайонного отдела задержали у дома, в котором она арендовала жилье посуточно. Здесь жительница Челябинской области останавливалась, когда приезжала в город на Эсети. Здесь же занималась расфасовкой и хранением наркотических средств. В ходе досмотра в ее сумочке наркополицейские обнаружили пакет, в котором находилось 26 спичечных коробков. В каждом из них оказалось по несколько граммов героина. Кроме того, на четырех тетрадных листах, которые женщина безуспешно попыталась уничтожить, содержались сведения с описанием тех мест, куда она спрятала наркотические вещества. Всего значилось 24 тайника, причем все они находились за пределами города. На обочине автодороги, в лесном массиве, рядом с железнодорожными путями. Сотрудники УФСКН изъяли из указанных мест 24 спичечных коробка, в которых также находился героин. В настоящее время по фактам покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела. Задержана и заключена под стражей. Напомню, что УК РФ за данный вид преступления предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Алексей Кокорин совершил рабочую поездку в Далматовский район. Помимо встреч с жителями, глава Зауралья посетил Свято-Успенский монастырь и поинтересовался ходом восстановительных работ. Губернатору показали южную келью, которая была демонтирована и сейчас восстанавливается заново в соответствии с проектом, а также отреставрированную юго-восточную башню. Кроме того, Алексей Кокорин посетил музей, где представлены экспонаты, рассказывающие о жизни Далмата Исецкого и архимандрита начальника русской духовной миссии в Иерусалиме Антонина Капустина, который учился в монастыре истории России и православной церкви. Сохранились шлем и кольчуга Святого Далмата. Сейчас они находятся в музее Екатеринбурга. В Заурале представлены их фотографии. Алексей Кокорин отметил, что он готов оказать со своей стороны необходимую поддержку для того, чтобы вернуть экспонаты в Далматовский монастырь. В прошлом году здесь завершились работы по воссозданию внешнего облика действующего храма монастыря, церкви всех скорбящих радости, храма и усыпальницы Далмата, росписей и иконостаса. Сегодня идут работы на других объектах монастыря, находящихся в аварийном состоянии. Это Успенский собор, башни, здание циферной школы. На проведение реставрационных работ выделено 31 миллион рублей. В этом году аграрии Катайского района получили около 22 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Сегодня, как и в других районах Зауралья, здесь идет уборочная кампания. Глава региона Алексей Кокорин с рабочим визитом отправился в район. Подробности поездки узнаете из следующего сюжета. В этом году во многом благодаря компенсациям по потере урожая Зауральские аграрии успешно провели пассивную. В этом отношении Катайский район является одним из лидеров. Сейчас на повестке дня один вопрос – успеть все убрать. Как отметил губернатор Алексей Кокорин, не нужно упускать время и ждать хорошей погоды. Сверх в этом году из-за погодных условий был достаточно поздним. Хлеба практически все еще зеленые стоят. Поэтому нам ни в коей мере не нужно поставить негативный опыт прошлого года, когда 30% хлеба ушло по цене. Алексей Кокорин также поручил главе Катайского района Юрию Малышеву проработать вопрос увеличения пассивных площадей в следующем году. Кроме того, глава региона отметил, что нужно сохранить сложившуюся в районе положительную тенденцию по росту объемов промышленного производства и развитию бизнеса. Работать нужно всем вместе. Нужно заниматься инвестиционной привлекательностью. Но как руководство меня заявило, что несколько инвестиционных площадок находятся в стадии разработки. Мы прекрасно понимаем, что без дополнительного производства на те проблемные вопросы, которые есть у Катайского района, решить будет весьма-весьма трудно. Помимо этого, на встречу была задета тема демографической ситуации в районе. По итогам полугодия статистика весьма неблагоприятная. Рождаемость низкая, а вот смертность, наоборот, высокая. Глава региона поручил руководству совместно с Департаментом здравоохранения акцентировать внимание на решении этих вопросов. Александр Мироненко, Виталий Грызлов, Ольга Косарева, информационное агентство Курган.ру. Правила предоставления земельных участков под застройку в черте города поменялись. Руководители областного центра рассказали журналистам о новых условиях. Полномочия предоставления земельных участков для застройки с 1 марта этого года перешли из области к органам местного самоуправления. В мае городские власти привели генеральный план города в соответствии с правилами землепользования и новых норм законодательства. И надеемся, что благодаря общим усилиям мы все-таки сможем сделать наш город более привлекательным в части градостроительной политики, в части размещения объектов социального, культурного назначения, а также жилых домов, учитывая мнение большинства проживающих в нашем городе. Теперь земельный кодекс четко прописывает положение, которое не позволяет менять назначение земель. Позиция и тогда, и сегодня такова органов местного самоуправления, что под что земельный участок был предоставлен, тот объект и должен находиться на этом земельном участке. К счастью, с 1 марта 2015 года коллизии законодательства были урегулированы, и сегодня, разыгрывая на аукционе любой земельный участок, его назначение не должно меняться в соответствии с условиями аукциона. Раньше предоставление участков для строительства объектов социальной сферы проходило без аукциона. Договоры аренды заключались с Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области. Таких участков более 600. Арендаторы 30 из них пожелали изменить вид пользования земли. 26 получили мотивированный отказ, из 4 оставшихся 1 всё-таки нашёл пробел в законодательстве. По адресу Климова, 52А, должен был строиться физкультурно-оздоровительный комплекс. А теперь в планах многоквартирный жилой дом. Он самостоятельно, без нашего участия, вошёл в Росреестр, променял вид использованного участка. И, вернувшись с этими документами, у нас в Департамент архитектуры уже с готовыми документами. И нам только остаётся, как говорится, или же дать ему разрешительные документы, или же входить с ним в судебные разбирательства. Прокуратура города инициировала разбирательство в арбитражном суде. По остальным земельным участкам правообладатели в администрацию города пока не обращались. И никаких изменений в документы не вносились. Те же земли, которые не осваиваются арендаторами продолжительное время, будут изыматься использованием. Сейчас администрация города имеет право в одностороннем порядке прекратить договор. Светлана Епифанова, Глеб Печорских, Александр Бутаков, информационное агентство Курган.ру. Курганские директора, врачи и бизнесмены сегодня посетили женскую исправительную колонию. О целях визита расскажет наш корреспондент. 28 августа на территории женской исправительной колонии состоялся показ выпускаемой заключенными продукции. Здесь и садовые беседки, больничные халаты, обувь, строительные материалы, хлебобулочные изделия и овощи. Все это производится руками заключенных исправительных учреждений области. Решение о проведении этой выставки было принято на совещании при губернаторе Курганской области. Ее цель проста. В первую очередь, конечно, это трудоустройство осужденных. То есть, самая главная задача – трудоустроить осужденных, чтобы они выплачивали искые элементы, которые по суду они обязаны делать. Ну и, конечно же, модернизация производства, увеличение объемов производства. У ФСИН России не первый год активно практикует трудоустройство заключенных. Сегодня дневной заработок одного осужденного составляет примерно 220 рублей. За первое полугодие этого года доходы от продаж товаров и работ в исправительных учреждениях за Урале перевалили за 49 миллионов рублей. Заработанные суммы целиком уйдут на возмещение ущерба, причиненного в результате противодеяния. Сегодня таким образом за свои ошибки расплачиваются 1079 задержанных. Посетили выставку не только потенциальные заказчики, а также и люди, которые уже сотрудничали с управлением Федеральной службы исполнения наказания. В частности, наше управление заключило контракт на около 200 тысяч рублей на приобретение мебели. Мебель поставили в сроки, мебель хорошая, пользуемся, нареканий никаких нет. Приобрести товары или предложить сотрудничество можно на официальном сайте УФСИНА. Вария Ремельникова, Евгения Волкова, Глеб Печорских, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Возле исправительной колонии строгого режима на станции Иковка действует преступная группа. Их главная цель – вывести из строя инженерно-технические средства и создать условия для массового побега заключенных, завладеть оружием и освободить лиц, отбывающих наказание за терроризм. По такому сценарию в Китовском районе прошли четырехдневные тактико-специальные учения. За штурмом наблюдал Александр Мироненко. По легенде, часовые нескольких постов охраны колонии доложили, что ночью неизвестные лица на автомобиле без регистрационных номеров скрыто наблюдали за службой караула. При появлении дежурной смены группа скрылась. Охрану колонии перевели на усиленный режим несения службы. В районе начали осуществлять комплекс оперативно-розыскных, поисковых и ограничительных мероприятий. Силами структур, в том числе с использованием авиации ФСБ и МВД России, было выявлено местонахождение преступников. Район заблокировали. Бандиты в переговоры вступать отказались и попытались прорваться через рубежи блокирования. Оперативный штаб принял решение нейтрализовать преступников. С этой задачей силовики справились за несколько минут. Все силовые структуры, представленные нашим блоком Курганской области, включая УФСБ, МВД, УФСИН, погрануправление, ГУ, МЧС, соответственно, все отработались достаточно успешно. Боевое слаживание достигнуто. Основными целями учения являлось это именно достижение боевой слаженности всех подразделений, всех ведомств. Всего на учениях было задействовано более 100 человек. По оценке руководства, уровень готовности выделенных подразделений оперативного штаба признан удовлетворительным. Учебные цели достигнуты. Александр Мироненко, Александр Менчиков, информационное агентство Курган.ру Учителя Кургана собрались во Дворце творчества юных на традиционную педагогическую конференцию перед началом учебного года. Что обсуждало учительское сообщество, расскажет Светлана Епифанова. Августовская конференция по традиции объединила начинающих специалистов и ветеранов педагогики, работников методических служб и руководителей учебных учреждений, членов городского родительского совета и активистов общественных организаций. Получила профессию я в Курганском педагогическом колледже. Я обучалась там по специальности учитель начальных классов, но выбрала профессию воспитателя, так как мне больше нравятся дети, когда они меньше возраста, и поэтому я выбрала профессию, и мне там больше нравится. Там мне лучше, это, наверное, мое, все-таки не в школе, а в садике. Я начинаю 30-й учебный год и иду на эту конференцию с подъемом душевных сил. Мы встречаемся, видим весь, можно сказать, педагогический коллектив города Кургана. Мы видим результаты предыдущего учебного года. Мы слышим ориентиры, цели, задачи на ближайшее и отдаленное будущее. Мы видим тех коллег, с которыми уже много лет вместе, которых глубоко уважаем и радуемся, что они продолжают строить систему образования города Кургана. И мы имеем возможность увидеть молодых коллег. В этом году главной темой конференции стали вопросы модернизации муниципальной системы образования. На методических площадках педагоги обсудили вопросы введения новых федеральных государственных образовательных стандартов в системе дошкольного образования, учебно-исследовательской деятельности школьников, психологических аспектов качества образования. Перед образованием каждый год ставят новые задачи, вводятся новые федеральные стандарты. Я думаю, что та стабильность вообще самой сферы образования, она дает возможность говорить о том, что все задачи, которые сегодня ставят президенты правительства перед образованием, они будут выполнены. Поэтому мы, так скажем, в новом формате, по сути дела, не боимся тех изменений, которые идут. Это все технологически будет подготовлено, будет выполнено в полном объеме. В областном центре работает 128 образовательных учреждений. Гордость учителя и его ученики. И по итогам прошлого учебного года 23 ребенка получили именные стипендии главы города, 84 человека, золотые и серебряные медали, 11 сдали ЕГЭ на 100 баллов. Светлана Епифанова, Глеб Печорских, Ольга Косарева, информационное агентство Курганру. Альтернативный оператор мобильной связи Теле-2 объявляет о старте оказания услуг и продаж под собственным брендом в Курганской области. 26 августа официально наступил конец с высоким ценом за связь. Абоненту Ростелекома в Курганской области с удивлением обнаружили, что на экранах их мобильных телефонов появилась надпись Теле-2. Все дело в том, что в результате создания нового федерального оператора сотовой связи они стали абонентами Теле-2, а значит теперь зауральцы смогут значительно экономить на сотовой связи. Узнать подробности, подключиться к Теле-2, а также подать заявку на переход от другого оператора в сеть Теле-2 можно в салонах, который уже сегодня начинает свою работу. Кстати, накануне произошло преображение монобрендовых салонов Теле-2 силами сотрудников компании. Буквально за ночь салоны сотовой связи Ростелеком стали салонами Теле-2. История Теле-2 в России начинается в 2003 году, когда шведский оператор выходит на российский рынок и уже к 2009 году он становится четвертым оператором России. А в 2014 году было создано совместное предприятие с компанией Ростелеком. Теле-2 выходит уже на федеральный уровень и ведет коммерческие операции в более чем 60 регионах Российской Федерации, обслуживает 35 миллионов абонентов. Накануне старта продаж в Кургане прошла пресс-конференция с представителями компании, где журналистам представили простые, понятные, прозрачные, а главное, невероятно дешевые тарифы. Так, тариф Березовый для тех, кто привык много и долго говорить с абонентами любых операторов. Сегодня мы рынку Курганской области представили запуск нового федерального дискаунтера компании Теле-2. Мы считаем, что это очень важное событие как для рынка Кургана, так и для компании Теле-2. Мы представили новую тарифную линейку, состоящую из четырех основных тарифных планов. Теле-2, честно, дешевле, самые низкие цены. Добро пожаловать в нашу сеть. Помимо Березового были представлены три пакетных тарифных плана. Черный, очень черный и самый черный, который включает в себя безлимит внутри сети, пакет минут для звонков на другие операторы, пакет СМС и интернет-трафик. Сим-карту федерального оператора можно использовать не только на Урале, но и смело разговаривать по мобильному за его пределами, а также пользоваться мобильным интернетом 3G, который сегодня доступен в отличие от 4G большинству жителей региона. В эту субботу компания Теле-2 приглашает жителей и гостей Кургана на большой праздник. Теле-2 зажигает свет мобильных перемен, который состоится на центральной площади с 12 до 22 часов. Не пропустите, это грандиозное событие. Приходите всей семьей. Компания Интерсвязь постоянно работает над улучшением качества предоставляемых услуг, а также над повышением лояльности абонентов. Так до конца сентября действует выгодная акция. Подробности узнаете из следующего сюжета. Компания Интерсвязь вот уже 4 года предоставляет жителям Кургана надежные услуги, интернет и кабельное телевидение. За этот небольшой, казалось бы, срок пользователи успели оценить высокую скорость соединения, разнообразие кабельных каналов, отличное качество вещания и, конечно же, безупречный клиентский сервис одного из лучших операторов связи региона. О качестве услуг красноречиво говорит и тот факт, что с каждым днем все больше и больше новых пользователей подключается к масштабной сети Интерсвязь. Сотрудники компании в круглосуточном режиме контролируют работу оборудования и регулярно проводят его модернизацию, благодаря чему абоненты получают стабильный доступ к интернету на скорости до 100 мегабит в секунду, а также наслаждаются отличным качеством изображения и звука каналов, количество которых было увеличено до 200. Я подключилась к Интерсвязи по совету друзей, которые очень положительно отзывались об услугах этого провайдера. Для меня очень важен быстрый, надежный доступ к сайтам, поэтому я уверена, что я не разочаруюсь. Когда оставляла заявку, менеджер подробно рассказал о тарифах, помог выбрать наиболее выгодный вариант и предложил воспользоваться акцией, по условия которой я получаю скидку 20% на интернет. Это очень приятный бонус. В общем, я очень довольна, что стала абонентом Интерсвязи. Стоит отметить, что была значительно увеличена скорость доступа в интернет на услугах «Улыбка 50» и «Атака 90». Днем абоненты получают скорость до 50 и до 90 Мбит в секунду соответственно, а ночью на обеих услугах – 100 Мбит в секунду. Компания Интерсвязь также подготовила специальные условия подключения. Новые абоненты услуг «Улыбка 50» и «Атака 90» получают не только качественный и стабильный доступ к сети, но и возможность экономить на оплате до 20% ежемесячно. Скидка носит постоянный характер и сохраняется при условии поддержания положительного баланса на счете. Выгодное предложение действует только до 30 сентября. Не упустите возможность подключиться к сети Интерсвязь по специальной цене. Звоните прямо сейчас. Впереди коммунальные коллизии в программе «Защита информации о товарах и услугах», а также прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok «Сколько веревочки не виться». Долгожданного конца с нетерпением ждут жители Курганской пятиэтажки, которую несколько лет заливает канализацией. Подробности сейчас расскажу. Вы смотрите программу «Защита» в студии Константин Пчаков. Здравствуйте! Жильцы дома номер 38 по улице Станционная вынуждены добираться до подъездов по доскам. Они разложены по всему двору от эпидеатажки, замечу, что лужи – непосредствия проливных дождей. Александр Мироненко разбирался о причинах коммунальной проблемы. Огромная лужа является не просто препятствием для жителей по дороге домой, а еще и вредным для здоровья объектам. Канализация вот уже третий месяц выходит наружу из-за неисправности инженерных систем. Я должна ходить в свой уголь дорогой. Куда нырять? По каким каналам? Скажите, пожалуйста. Я говорю, в итоге вы год разделили по инстанциям, нам это непонятно. Мы просто оплачиваем по вашим счетам деньги, по вашим единым квитанциям. Мы не знаем, куда пойти, понимаете? У нас бегут канализационные воды по двору. Вот через весь двор образовалось вот такое вот море у нас, океан. Запах невыносимый, людям не пройти. Почему это образовалось? Дело в том, что дом раньше принадлежал железной дороге. Когда его железная дорога передала администрации, данные колодцы должны были передать на обслуживание водному союзу. Администрация этого не сделала. Официального подтверждения передачи дома от РЖД на баланс администрации у жильцов нет. Но железнодорожники их уверили, что колодцы были переданы. Однако документов по наружным сетям нет ни у жильцов, ни у администрации города. Соответственно, и нет ответственных, кто должен их отслуживать. Конвестиционная сеть от жилого дома станционная 38 не находится на балансе водного союза. За разъяснениями мы обратились в администрацию города. Там пояснили, что в настоящее время ведется работа по принятию этих сетей на баланс муниципалитета. В дальнейшем будет определена организация, которая будет обслуживать колодцы. Вопрос, сколько займет это времени, остается открытым. А пока выход только один. Собственникам и управляющей компании необходимо нанять подрядную организацию, которая очистит колодцы. Далее мы расскажем о проблеме жителей еще одной курганской пятиэтажки. Там ситуация, конечно, не такая, как в предыдущем сюжете. Но, как утверждают жильцы, есть повод для тревоги. И вправду, дом по улице отдыха со стороны можно назвать образцовым, да и построенным всего 17 лет назад. Как утверждают местные жители, они не могут найти общего языка с управкомпанией. Мы с управляющей компанией не можем как бы справиться. Она не идет нам на уступки, не на уступки, как просто деньги нас собирает. Подвал у нас постоянно затоплен. Там ручьи пробитые прямо. И в ручьях стоит вода. Такие ручьи в грунте. И вот сейчас у нас трещина с одной стороны и с другой стороны трещина с пятого этажа до этого, до низу прямо. В подвал наша съемочная группа попасть не смогла, так как он был закрыт. Но Надежда Хромина показала нам фотографии, сделанные ею в этом году. И здесь прекрасно видно, в каком состоянии находится подвальное помещение. Трещина по фасаду здания действительно есть, правда небольшого размера. И если сейчас не обратить на это внимание, то потом могут быть необратимые последствия, говорят жильцы. Сегодня собственники надеются на то, что предписания, которые выписала жилищная инспекция в адрес коммунальщиков, будут рассмотрены и по всем требованиям проведутся необходимые работы. По словам руководства городской управляющей компании, эта трещина не разрушения стены дома, а термошов. И в ближайшее время будут произведены монтажные работы промышленными альпинистами. На этом я прощаюсь. С вами был Константин Чаков. Желаю удачи и поменьше коммунальных проблем. Субтитры создавал DimaTorzok 29 августа приглашаем всех на праздник День села Китова. На площади села Китова в 12 часов для вас споет Владимир Маркин. Начало праздника в 11 часов. Курган.ру Лично отдыхаешь летом? Расскажи об этом всем. Курган.ру Курган.ру объявляет новый конкурс «Мобильный отдых». Сняли интересное видео или фото? Заходи на сайт в рубрику «Мобильные новости» и отправляй нам. Автор лучшей истории об отдыхе получит приз. Партнер конкурса страховая компания Южурал Жасо. Мы страхуем все, что вам дорого. Курган, улица Красина, 82. Телефоны 49-3152-49-3194. Ты неотразима и притягательна. В новой коллекции белья от «Бельканто». Торговый центр «Рио». Секция 75. Новые двери за озерном. Огромный выбор. Качество. Гарантия. Скидки. Мегастрой. Корпус 4. Телефон. 64-35-35. Новые двери. Новый комфорт. Создайте свой неповторимый фирменный стиль с сувенирной продукцией типографии «Курьер». Типография «Курьер». Качество безграничных возможностей. Настоящее новоселье может быть только в новой квартире. Доступное жилье может быть только с низким процентом ипотеки. Идеальное решение квартирного вопроса может быть только с компанией «БК-недвижимость». «БК-недвижимость». Отдел новостроек. Телефон 554-004. Интернет-магазин мебели «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Детская «Фред» всего за 11 990 рублей. «Столплит» – доступная мебель. Встречайте новый «Телесемь». Читайте в новом номере журнала «Телесемь». Как звезды готовят детей в первый класс. Роза Сибитова учит, как выйти замуж и не прогадать. Изумительные рецепты консервирования грибов. Новый номер «Телесемь» в продаже со среды 26 августа. Покупайте «Телесемь» в магазинах «Метрополис», киосках «Роспечати» и в сети «Лето». Представляем систему автоматического полива комнатных растений «Плант Джинни». Умная колба сама дает вашему цветку необходимое количество воды. Грязные пятна и лужи, которые нередко остаются после ручного полива, теперь в прошлом. Одна колба «Лейка» может увлажнять ваше растение в течение двух недель. Спокойно отправляйтесь в отпуск, на дачу или в командировку. Ваши цветы будут под присмотром «Плант Джинни». Всего за 599 рублей. Заказывайте набор из шести колб «Плант Джинни» по телефону 55 48 55. Отлично отдыхаешь летом? Расскажи об этом всем. Курган.ру объявляет новый конкурс «Мобильный отдых». Сняли интересное видео или фото? Заходи на сайт в рубрику «Мобильные новости» и отправляй нам. Автор лучшей истории об отдыхе получит приз. Астромед. Бесплатная оперативная замена полисов обязательного медицинского страхования и выдача универсальных электронных карт. Красина 51. Телефон 413530. Курган.ру объявляет новый конкурс «Мобильный отдых». Курган.ру объявляет новый конкурс «Мобильный отдых». Курган.ру объявляет новый конкурс «Мобильный отдых». 24,75% годовых по вашим сбережениям. Это реально! Ваши сбережения поддерживают сельское хозяйство, обеспечивая Россию качественными продуктами. Все накопления мы заботливо страхуем. КПК «Семейный капитал». Ваш надежный и честный партнер. Салоны «Надежда плюс» и «Прозрение» специально к 1 сентября предлагают всем школьникам и их родителям огромное поступление оправ. Новый взгляд на новый учебный год. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. КПК «Семейный капитал». Высокие ставки по сбережениям. Копите и приумножайте вместе с нами. Салоны «Надежда плюс» и «Прозрение» специально к 1 сентября предлагают всем школьникам и их родителям огромное поступление оправ. Новый взгляд на новый учебный год. Салон оптики «Надежда Плюс». А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на субботу через Урали прорвется атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями и порывистым ветром. Днем регион окажется в тылу циклона. Дожди приобретут локальный характер, а северо-западные ветры продолжат поставлять свежие воздушные массы. С температурным режимом немного ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге «Плюс» 14-16, в Тюмени «Плюс» 13-15, в Челябинске «Плюс» 16-18, кратковременный дождь. В Кургане ночью облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха «Плюс» 10-12. Днем в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха «Плюс» 14-16. Атмосферное давление ночью будет падать, днем начнет расти и составит 751 миллиметр штукного столба. 29 августа солнечная активность, умеренное геомагнитное поле, неустойчивое. На этом я прощаюсь. Всего доброго. Раз, два, три, три. Раз, два, три, четыре. Прямее держитесь, прямее. Прямее держитесь, прямее. Во все времена удачи на даче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова